ну и где ваша мамка я сегодня приехал без еды ребята и на дачу забрать не могу потому что я здесь не живу возвращайтесь так просятся чтобы люди приютили ну не могу я ребята не могу здравствуйте мои дорогие сегодня 31 мая я один на даче приехал ну пустили дачный автобус трудовой десант теща и жена обещают на следующих выходных перед троицей появиться так но репортаж что у нас тут творится смотрите какое все тут в цвете всю неделю шли дожди полива не было ромашка и дельфиниум миллиона всего так ну уже виноград завязывается что у нас тут цветет и рис еще у нас тут это у нас такая жирная календула цветет будет шоперы троицы собрать так ну помидоры живые пошли в рост черешеньки еще нету смотрим дальше шутом петрушка моя взошла взошла что-то повсходило под колпак не буду сегодня заглядывать тут ничего интересного так это мои гибискусы какие уже здоровые древовидные что я в этом году садил там какой-то он кустика жил не помню как он называется о роза цветет это кстати роза которую я садил из этого из чубука палку воткнул землю на зиму под колпак единственно что один раз у меня успела цвести тут у нас тоже что-то собралось цвести горохой нету идем дальше смотреть это все надо подвязывать сидеть тут у нас еще гвоздичка цветет я новой гвоздики сегодня купил подсажу другого вида розовенькую так чабрец он по полу виноград валяется надо натягивать леску это мы можем попробовать урожай что это у нас это у нас вишенка или это черешня я уже забыл мне не это вишня так тут что-то я садил я уже и забыл что я тут садил так ну куча травы куча сорняков земля мокрая такие у меня маки красавцы но это не садовая маки садовый мак он один светит сейчас я вам покажу календула кстати мало почему вот у меня садовой здоровенный так виола это еще это же у нас тут с руколой творится молодая повсходила это он уже куча отцвела и куча семян надо будет они когда подсохнут я их соберу и посею дальше ну ничего такого гранатик там цвету вот виноград на земле валяется но это конечно куча фиалок надеюсь они доживут да кстати вот уже видите жасмин начинает такие формировать ну может на следующей неделе зацветет что у нас вы жасмин это жимолость а вот жасмин за те из первым цветочек что-то он так долго собираются цвести но это и лучше пойдет на троицкий сбор вкусняшка так ну что с мятой тут у меня была такая мята блатная но она не выжила ну и тут видим это у нас чайная роза а такая роза еще поздно в городе уже во всю цвету то тут только собираются а вот кстати одна а это кстати зацвела дичка или не дичка такая оранженькая экскурсия по огороду окончена пора приступать к работе календула вымахал гранатик до виноград прет но после дождей надо его побрызгать не знаю смогу сегодня значит побрызгать коктейлем суворова сильно заливала видите хренеть штукатурка треснула мокрая там распред коробка хоть бы там не закоротила сейчас попробуем проверить питание свет есть очень плохая новость из-за этого бешеного дождя который был налить на неделе в этой трубе у меня жили они больше уже не пищат никто не не летает я подходил туда понюхал там воняет падали скорее всего дождь залил эту трубу и там внизу птенцы они захлебнулись гнездо свете хотя может это я виноват надо было сделать рест инпис забыл я за эту болячку на абрикосе ой на абрикосе на этой как его на яблони чем-то брызгать надо так мало того это сегодня день на черешне какая-то фигня шо это за фигня для какая-то где мои садоводы пусть приезжают и рассказывают чем это все брызгать да но хочу хоть хорошую новость помните я вот то говорил что не могу определить это вишня или черешня позвонил жене она оказывается что это чудо вишня это метод вишня скрещенная с черешней и по вишни ни у кого нету у всех черешня это оказывается чудо вишня гибрид такая штуковина вкусная вот такой пучок я купил гвоздики подсажу ее к своей там не обошелся он в 70 центов ну жена спрашивает они точно такое как у нас растет я вот показываю тебе видишь сравни вот это наша гвоздичка а это вот такая которая будет тут расти совсем другая радуется груши в этом году будет много надеюсь кстати о фасильках вот из такие васильки синенькие есть вот такие сиреневенькие есть вот такие фиолетовые я их вечно путаю слово васильки со словом фиалки вот так я облагородил гвоздичник новую гвоздику а это я тут противотанковый ров сделал и теща передала вот эти каких-то как они называются гладиолусы тут вот это детки и так по периметру я высадил а вот эти такие большие она их хранила зимой мы это все загортаем надеюсь высыпал вот этот участочек сейчас загорну и вот еще у нас место на следующих выходных может будем высаживать здесь герань то который чаще держит на балконе так что все для герани готова приезжайте и высаживайте в огород а это кстати 2 абрикоса которая была привита на миндаль она пропал а от корня он я думал это какая нахер абрикоса персик пирсик который был привит на миндаль и это видите теперь это остался один миндаль персик погиб она от корня пустила я думал это будет персика это наверно миндаль а вот кстати и второе такое дерево в принципе может на этот миндаль может привить персик, а это цветет чистотел. В загородку я кидаю обрезанные деревья, чтобы потом делать костер для шашлыка. А это информация для жены. На твои розы вон позалазило тля, так что подумай чем их побрызгать на следующей неделе. Да, в петрушнике повсходила петрушка. Надеюсь, он у нас будет теперь самоселом, потому что вон еще старая собралась цвести. Ну, дай бог. Под колпаком у нас фиг знает что. Кстати, этот я, наверное, тут ничего не выжил. Тут я съел любисток, ни хрена не взошло. Тут в чесноке, который зарос с акирками, я втыкивал, по-моему, семена арбуза. Тоже ни хрена не взошло. Вот тут, ну, это сорняки. И здесь это календула. Ну, вообще такого декоративного. Я втыкивал бубочки всякие, что выплевывал от лимонов, от апельсинов. Ну, ни хрена не взошло. А здесь я втыкивал семена тыквы. Ни хрена не взошло. Ну, чтобы не все так было печально, вот тут, там, где, вот видите, календула повсходила в лилиях. Я сел семена базилика и садил. Сашин и базилик, вот он у меня пропавший. Ну, этот может еще отойдет. Но зато семена базилика, которые я тут сеял, вот видите, они повсходили. Оно проверено, да. Нет, а не он, а этот. Надеюсь, что это базилик. По вкусу никак не могу определить. А в комнате у нас 17 градусов. Ну, нормально. Вот такие цветочки у нас в этом, как его, забыл, как они называются. Хризантемники посаженные цветут. Похожи на ромашки, но это не ромашки. Вот они цветут. А еще вот такая у нас галардия. Ее дофигища тут в огороде. У меня настроения вообще никакого нет. Так, синичек жалко. Это типа семейная роза. Можно уже однозначно утверждать, что погибли три розы. Одна, вторая, третья. Ну, и четвертая под вопросом. Ну, по-моему, это дичка. Виноград валяется на земле. Никто его не подвязывал. Так, я его запихнул вокруг этих. Ах, я. Хрен его знает. Что-то вообще какое-то грустное видео. Может, я его даже и выкладывать не буду. Нужно не расстраивать ни тещу, ни жену. Из рук все валится. Надо выпить. Может, жизнь наладится. Виноград не буду брызгать, потому что сильный ветер. Поехал я домой. Напоминалка, но дальше закончился кофе. Ах. Ах. Ах.